МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Займись делом. Проект для самозанятых стартовал в Сарове. Наш город присоединился к всероссийской акции «Сад памяти». Затяжные праздники. Как саровчане относятся к майским выходным? Далее расскажем обо всем подробно. Нижегородские производители стройматериалов наращивают выпуск. По сравнению с прошлым годом объемы увеличились в несколько раз. По данным регионального Минпрома, это во многом связано с увеличением госзаказа. Подробности далее. Производство строительных материалов Нижегородской области набирает обороты. В первом квартале 2024 года объемы продукции увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации Минпрома Нижегородской области, рост выпуска стройматериалов был во многом связан с увеличением госзаказа. Одновременно ряд предприятий и отрасли сообщают о росте потребностей в работниках. Для решения кадрового вопроса нижегородские производители стройматериалов в том числе планируют привлекать работников из других регионов страны. В ближайшие месяцы специалисты ожидают высокую активность в строительстве индивидуального жилья. Соответственно, продажи материалов тоже должны увеличиться. О тенденциях в сфере производства строительных материалов в регионах Поволжья можно узнать в докладе Банка России «Региональная экономика. Комментарии ГУ». Он представляет собой обзор экономических тенденций в разрезе регионов страны. Для подготовки доклада используются данные опросов около 15 тысяч нефинансовых предприятий. Опросы проводятся регулярно. Данные доклада рассматриваются в процессе подготовки к принятию решения по ключевой ставке. По данным Банка России, годовая инфляция в Нижегородской области в марте 2024 года практически не изменилась и составила 6,7%. Показатель перероста цен в регионе остается ниже общероссийского – 7,7%. Увеличились импорт апельсинов и бананов, местное производство тепличных помидоров, расширилось предложение куриных яиц. Помогли обнуление ввозной пошлины и соглашение о стабилизации стоимости между властями и бизнесом в ряде регионов-поставщиков. В итоге цены на эти продукты в годовом выражении в марте росли медленнее, чем в феврале. В то же время быстрее дорожали полеты в эконом-классе самолетов. Это связано с тем, что Нижегородская область – популярное туристическое направление. В Сарове стартовал проект для самозанятых «Займись делом». Победители проекта получат поддержку в продвижении услуг от Министерства промышленности. Проект реализуется в городе с 2020 года. В нем успели принять участие более 130 самозанятых. Более 130 самозанятых нашего города приняло участие в проекте «Займись делом». В Сарове мероприятие проходит ежегодно. Участники узнают о комплексной программе, которая позволяет изучить особенности введения деятельности. Проект реализуется Министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона совместно с Корпорацией развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области и Союзом торгово-промышленной палаты области. Спикеры и сопровождение полностью нам оказывает торгово-промышленная палата. Мы очень ценим наше сотрудничество. И особенно ценно, что этот проект у нас реализовывается уже каждый год с 2020 года. Уже достаточно много самозанятых нашего Сарова приняли в этом проекте участие. В этом году проект пройдет в два этапа. Участники смогут познакомиться с сервисами платформы mcp.rf. Пройдут обучающий онлайн-курс, на котором разберут основы бухгалтерского учета, оформление налоговой документации и сертификацию продукции. А также смогут принять участие в бизнес-игре, на которой специалисты центра «Мой бизнес» помогут подготовить план своего проекта. Призы максимально полезны. Финансовая поддержка в данном случае не выделяется. А выделяется непосредственно помощь в продвижении своей продукции и услуг, в создании личного бренда, подготовке портфолио, выходе, если необходимо, на маркетплейсы, развитие онлайн. Поддержка максимально обширная и непосредственно подбирается к каждому проекту победителю. Стать участником проекта «Займись делом» может любой самозанятый. Подать заявку можно до 12 июня в Центре поддержки предпринимательства. Более подробной информации по телефону 992-64. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. На спортивной площадке молодежного центра начались занятия с профессиональными тренерами. Пять дней в неделю Дарья Колина и Антон Козлов приглашают всех желающих провести время с пользой. График работы спортивной площадки – понедельник, среда, четверг, пятница с 18 до 20 часов. Суббота с 16.00 до 19.00. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Бессмертный полк в 2024 году пройдет в нескольких форматах. Некоторые варианты участия. В учреждениях, на предприятиях, в помещениях массового пребывания работников, а также в образовательных учреждениях предлагается установить стены памяти, на которые каждый может прикрепить портрет своего ветерана в формате А5, изготовленный с помощью конструктора штендеров на сайте Бессмертного полка России, указав его фамилии, имя, отчество и годы жизни. Прикрепите или нанесите на одежду портреты героя своей семьи размером не меньше, чем А4, и в течение всего дня победы не расставайтесь со своим героем. Для создания рамки с фотографией именем героя рекомендуется использовать конструктор на сайте polkrf.ru. Бессмертный полк на транспорте. Разместите портреты участников Великой Отечественной войны, специальные военные операции тружеников тыла на личном, служебном и общественном транспорте. До 12 мая замените аватары в социальных сетях и мессенджерах в WhatsApp, Telegram на портрет своего героя-участника Великой Отечественной войны, либо труженика тыла. О других форматах проведения акции читайте на сайте polkrf.ru. Жители Нижегородской области смогут посетить поезд Победы 9 мая. В Нижнем Новгороде бесплатная иммерсивная экспозиция проводит с 9 по 11 мая. Затем она отправится в следующую точку. 12 мая выставку о Великой Отечественной войне смогут увидеть жители Дзержинска, а 15 мая жители Арзамаса. Регистрация откроется за сутки до прибытия поезда на сайте polkrf.ru. Следите за информацией. Спрос на мероприятие очень высокий. Регистрация закрывается очень быстро. Учитывая интерес к экспозиции «Поезда Победы» и ограниченное количество аудиогидов для групп, посетители также смогут слушать экскурсию через мобильное приложение, доступное для iPhone и Android. Посетить поезд можно и в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта. Почетными гостями мероприятий станут ветераны семьи бойцов СВО, представители Комитета семьи воинов Отечества, Государственного фонда защитники Отечества и РДДМ «Движение первых». Сопровождать экскурсионные группы будут активисты регионального отделения движения «Волонтеры Победы». В этом году россиянам выпали длинные майские выходные. На первомай мы отдыхали 4 дня. Впереди еще череда продолжительных выходных. Наша съемочная группа узнала у саровчан, как они относятся к длинным праздничным дням. В этом году отдыхаем два раза по 4 дня. Традиционно в мае отмечаются два праздника. 1 мая – праздник весны и труда, и 9 мая – День Победы. Первомайские выходные начались уже в конце апреля. Впереди еще одна череда длинных праздников – 9, 10, 11 и 12 мая. Спросим у саровчан, как они относятся к таким длинным выходным. Да, я считаю, нормально вообще-то. Это даже вот относительно новогодних, там больший вопрос как-то. Потому что, получается, люди прикованы, ну, так сказать, к дому чаще всего. Поэтому вот целесообразность новогодних праздников, ну, это можно еще как-то рассуждать. А здесь, мне кажется, нормально. Огородом можно заняться, вот, отдохнуть. Положительно, потому что огород и дача копать и сеять, и сажать. В магазине все очень дорого. Только и, в общем-то, надежда на само себе. Хотя, конечно, когда длинные такие праздники, потом очень сложно в колею входить. А так, конечно, положительно. Людей огороды, и отдохнуть надо. Когда весенние какие-то проблемы, полезни, я думаю, что да, это нормально. Отдых, провести, можно провести время с семьей. И провести время с друзьями, отдохнуть, от заботы всех. Вот. И покушать шашлык. Очень хорошо. Потому что мы работаем, а деньги получаем. Для огородников, конечно, хорошо. Замечательно. Потому что они прохладные, но, может быть, это не очень хорошо. Я всегда за то, чтобы новогодние праздники укоротить. Если у вас можно побывать с семьей и отдохнуть. Хороший отдых никому не помешает. Это прекрасное стечение обстоятельств, которым мы с удовольствием воспользуемся супругом и поедем на его родину в Ярославль. Это не такие длинные выходные, что ты полностью отключаешься от рабочего процесса. Плюс рабочий процесс сейчас настолько налажен, что ты можешь работать и удаленно. Что мы и будем делать, соответственно, в майские праздники. В сад памяти волонтеры, школьники, ветераны и инициативные горожане присоединились к всероссийской акции и высадили деревья на аллее около 13-й школы. В организации акции в Сарове ежегодно принимают участие городские службы. Предоставляют саженцы и привозят их к месту высадки Департамент городского хозяйства и Дорожно-эксплуатационное предприятие. Каждое дерево – память о погибшем в страшные времена Великой Отечественной войны. Зеленые памятники высаживают в рамках традиционной всероссийской акции «Сад памяти» по всей России, а также за рубежом. Саров не остается в стороне. В этом году участники облагораживали территорию около школы номер 13. Сегодня ветераны Саровской городской организации приняли участие в хорошей акции, называется «Сад памяти». Конечно, мы не могли остаться в стороне и принять участие в этом хорошем и благородном деле, ведь это и залог будущего нашего зеленого прекрасного города. Мы сажали сегодня деревья, чтобы как-то украсить нашу аллею перед школой. Мы помогали людям сажать, чтобы как-то украсить аллею. В акции по посадке деревьев участвовали волонтеры Победы, школьники, ветераны, военнослужащие, инициативные горожане. В этом году на аллее посадили клёны, черемуху, а также декоративно цветущие и лиственные кустарники, спирею и пузырь плодник. Зеленые насаждения – не только дань памяти героям войны, но и вклад в восстановление и сохранение благополучного экологического фона. После посадки за деревьями и кустарниками будут ухаживать. Дальше подрядная организация, которая содержит данный бульвар, будет осуществлять полив, прополку. В прошлом году в рамках данной акции мы высаживали кустарник на улице, на проспекте Октябрьском. Благодаря акции аллея перед школой номер 13 станет еще зеленее и красивее. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Камерная выставка «Дочки матери» открылась в Музее народной игрушки. Это вторая история проекта «Все начинается с семьи». На ней представлены работы семьи Пикулевых, мамы Светланы и дочки Марии. Проект «Все начинается с семьи» задумывался сотрудниками Музея народной игрушки давно. Его цель – рассказать о талантливых семьях, показать взаимосвязь поколений. Выставочный проект представляет вторую семейную историю «Дочки матери». На ней представлены работы семьи Пикулевых – мамы и дочки. Мои вязаные игрушки и работы моей дочери Марии, они совсем разные. Надо сказать, что мои дочери вязать умеют, но не очень любят. Помнится, когда Маша была маленькая, лет шести, она пришла, попросила научить ее вязать. Я показала ей, как вязать простейшие какие-то петли крючком, а она сказала, попроси ничего нет. Дочка Марии пока не вяжет, но зато любит рисовать. На выставке представлены ее графические работы в технике коллажа и акварельными маркерами. Мария в этом году заканчивает школу, собирается стать журналистом. Посещает объединение «Летошка», пишет прозу. Поэтому многие ее работы связаны с заметками, писательской деятельностью. Также девушка увлекается корейской поп-культурой, японской музыкой. И это тоже отражается в ее творчестве. Интересно посмотреть, как совершенно разные наши с ней работы, тем не менее, сосуществуя в этой экспозиции, они как-то взаимодействуют. И все равно какая-то связь наша с ней, эстетическая, семейная, духовная, она присутствует. И мне кажется, это очень хорошо удалось сотрудникам музея отобразить в этой небольшой скромной экспозиции. Выставка творческих работ семьи Пикулевых «Дочки матери» в рамках выставочного проекта «Все начинается в семье» продлится до 29 июня. Также Музей народной игрушки приглашает царовчан посмотреть экспозицию со светлым днем Пасхи, на котором представлены народные и авторские куклы, роспись по дереву, композиции из глины, пасхальные открытки, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!